Право на жизнь имеет каждый и даже собака-инвалид. История руты, ради спасения которой мирненцы собрали более 160 тысяч рублей, разделила общество на два лагеря. Одни говорят не мучить животное, усыпить и отдать деньги для больных детей. Другие же восхищаются добрым делом и продолжают отправлять деньги. Тема продолжит Марьяна Кутукова. Маламут, найденный на трассе с обмороженными лапами, тронул сердца сотни мирненцев. 160 тысяч рублей менее, чем за сутки. Такого волонтеры никак не ожидали. Сегодня Рута находится в ветеринарной клинике в Новосибирске. Ей уже ампутировали передние лапы. Вторая операция назначена на пятницу. Задние лапы в таком же состоянии. Тоже требуется ампутация. Общее состояние собаки сейчас нормальное. Она проснулась, полностью эта операция отошла. По поводу протезирования вопрос остается открытым. Сложность заключается в том, что вес собаки очень большой, 32 килограмма. Необходимо путевать 4 конечности, соответственно, необходимо поставить 4 протеза. Как призналась будущая хозяйка Руты, всего этого можно было избежать, если бы не халатность мирненских ветеринаров, которые вовремя не сообщили, что не в силах помочь. Было потеряно целых 2 недели. Тем временем, настоящий хозяин Руты так и не объявился. Мы не знаем, как так получилось, что она у него оказалась на улице и как вообще эта ситуация, то есть это, грубо говоря, тайна. Я сейчас на данный момент ее не отдам, потому что сейчас собака в очень тяжелом, в любом случае будет состоянии, она инвалид фактически. То есть, да, не факт, что хозяину, если, как оказалось, она ему здорова, не нужна, не факт, что она возьмет больную. Сбор денег для Руты не остановлен, ведь ей предстоит длительная реабилитация. Денег должно хватить и на протезирование. Один протез обойдется в 40 тысяч рублей. Мы не будем останавливаться, несмотря на множество негативных отзывов, высказываний в соцсетях. Не мучайте собаку, усыпите собаку. Но девчонки приняли решение. Теперь это их собака, и мы не можем иначе, потому что у каждого есть право на жизнь. Протезирование Рути будут делать тоже в Новосибирске, однако уже в другой клинике. В прошлом году новосибирские врачи провели уникальную операцию по вживлению титанового протеза в кость белому коту по кличке Томас. Это был первый случай в России и второй в мире. Врачи, спасшие уже множество собак и кошек в стране, возможно, смогут помочь и Рути. Руто, рутонька, елочку. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный.